добрый день дорогие друзья благодарю всех подписчиков а также зрители моего канала за внимание я очень вам благодарен надеюсь лучше и лучше становится с каждым разом поэтому сегодня не буду долго бегать смотрим о нашем любимом моем одном из любимых репортеров друзья еще с того времени имя которого гремела на весь огромный советский союз я бы так сказал это он самый наш любимый александр и глебович нет да и поэтому давайте смотреть как начинался постепенно вот этот ход развития событий в общем то я бы так сказал новостного криминального репортера города ленинграда а также все те события в котором ему удалось побывать и увидеть это будет сегодня невероятная подборка которую я друзья не знаю как пока назвать каким чудом пособирал посмотрим как это аукнется агакнется но я вам рекомендую смотрим думаю будет интересно мои вставочки будут короткими там по 30-40 секунд между видео там напоминание об каких-то героях или времени когда это происходило да поэтому смотрим мы начинаем восемьдесят девятый год шестьсот секунд друзья и в общем что происходило и как это двигалось смотрим а а а Здравствуйте! Не так давно на Исаакиевской площади после реставрации вновь был открыт памятник великие малые белые России. Что касается недавно бывшей в программе информации о том, что совместное предприятие Лентек ищет партнёров по строительству, то воспринято оно было, мягко говоря, чрезвычайно странно. Очень многие решили, что Лентек сейчас как раз и начнёт строить для них дачи и домики. Нет, совсем всё не так. Объясняю ещё раз. Фирма ищет партнёра по совместному строительству, в данном случае по строительству 24-этажного дома, а оплата должна производиться наполовину в валюте. Уж не знаю, сколько музыкальных вариантов Ава Мария вы можете вспомнить вот так вот сразу, но завтра в капелле на уникальном органно-вокальном вечере будут исполнены сразу практически все известные в мировой музыкальной культуре музыкальные приложения этой знаменитой молитвы. Баха, Качини, Кирубини, Верди, Шуберта. Всех действительно не перечисляшь. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к видеохронике дня, к тем сюжетам, к тем репортажам о событиях и происшествиях, которые были сняты сегодня нами за день. Ещё одним событием, безусловно, стоящим внимания, стало извлечение из вод фонтанки одного из сфинксов, украшавших до вчерашнего дня египетский мост. Вчера поздно вечером он был сбит потерявшим управление КамАЗом, и сегодня с раннего утра водолазы начали поисковые работы на дне фонтанки, так как было неизвестно, как далеко отбросило сфинкса ударом. Хотя, как видите, всё прошло благополучно, и сфинкс извлечён, поднят в глубины, радоваться особенно нечему, так как неизвестно, сколько времени придётся теперь его реставрировать, и сколько времени простоит без него осиротевший и лишившийся части своего очарования старый египетский мост. Право удивляться уже этому не стоит. Такого рода случаи имеют место всё чаще и чаще, всё органичнее вписываясь в радужную картину нашей действительности. В магазин на Богатырском проспекте была доставлена свёкла с рекордным содержанием нитратов. При допустимой для свёклы норме нитратов 1400 миллиграмм, прибывшей сюда партией она поднялась до 3280, то есть являлась практически чистым ядом. Самое любопытное, что заброшенная эта партия не врагами с самолётов, а привезена обычным порядком с базы и предназначена в продажу. Директор магазина на свой страх и риск потребовал экспертизы и получил ошеломляющие цифры. Так, ну а если бы вы не начали бить в колокола и суетиться, что бы было? Ну, будем так говорить, что эта свёкла бы уже давно съедена была. Ну, как вы все помните, в те времена перестроечные происходили уже такие события, где что-то должно было меняться. Ну, в общем-то, как сейчас вы увидите репортажи там из разных выставок того времени, как это освещается, о том, что за происшествие. И, в общем-то, уже вот бизнес рекламы, кто-то входит на рынок, откуда ни возьмись, смотрим, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он изгнан из своей квартиры соседями. Он не бомж. Прописка есть и есть паспорт. Возможно, в том, что общественный туалет стал ему, калеке, домом. Есть и его вина. Но за 8 месяцев за него, безгласного и парализованного, в нашем замечательном обществе за него не вступился никто. А как вы здесь спите, простите? А вот эти матрасики есть. У меня ноги не ходят. Ногами ходят. Ноги не ходят. Что вы едите? Когда что? Когда мой кипер несет, когда все. Насколько времени он здесь живет в туалете? Ну, конкретно он уже полгода из туалета не выходит. И в это время, друзья, происходят вот такие кражи. Посмотрите, ну, на тот момент по переоценке этот предмет стоил порядка 280 тысяч долларов, друзья. А если это перевести еще дальше на данный момент, вы вообще можете понять, во сколько оценивались те статуэтки, которые, друзья, вставляете вот так. Смотрим. Криминальная хроника. Честно говоря, происшедшая здесь, в стенах кунсткамеры, можно назвать кражей года. Самый значительный и таинственный кунсткамера. Зал особых редкостей. Редкости особого значения, поскольку все это собрано лично царем Петром и составило как раз начало знаменитой коллекции петровской кунсткамеры. Здесь экспонировалось то, что петровские послы в Восточной Азии везли в подарок царю вещи бесценные, как в реликварном, так и в материальном отношении. Управление уголовного розыска возбудило уголовное дело по факту хищения музейных ценностей именно из петровской коллекции. Отсюда из этих витрин были таинственным образом, путем подбора ключей. Похищены статуэтки, зон хавы, золоченая бронза, страховочная, заниженная, разумеется, стоимость которого 100 тысяч рублей. И шаусин, резная кость, стоимостью около 15 тысяч. Разумеется, на аукционах эти фигурки стоят в десятки раз больше. У нас ведь нет нормальной, так сказать, охраны, нормальной сигнализации. То есть вот эти шкафы не под сигнализацией? Что, серьезно? Вполне серьезно. А ТАСС? Да. Вот это вот не надо, пожалуйста, говорить. Да, об этом говорить не надо, если по-прежнему оставлять музей практически незащищенным. Кто виноват? Да на сегодняшний день получается, что виноват господин Лебедев, председатель комиссии по культуре, за высокооплачиваемое безделье которого мы платим нашим достояниям. А на этом фоне приезжают делегации, открывают свои представительства. Ну вот, об этих делах репортаж нашего героя смотрим. Это еще не хорошие новости, это скорее увертюра к хорошим новостям, которые, может быть, будут, если переговоры закончатся удачно. К нам сегодня прибыла торговая экономическая делегация от релиза. Представители 15 фирм, занимающимися всем на свете, от строительства до виноделия. Встречаются они, разумеется, с представителями советских предприятий. Переговоров и встреч такого рода мы снимали, и вы видели уже бессчетное количество на любом уровне, сколь угодно престижных и перспективных. Признаться с большим удовольствием, я бы снял и показал вам результаты хоть каких-нибудь из этих переговоров. И вот подбирается самое интересное время, конец 90-го, начало 91-го года. Волнение в Прибалтике после летних поясов, где люди простояли от Таллина, там, по-моему, до Вильнюса или до границы с Белоруссией. Это было что-то там 700 километров пути, люди держались за руки. Это было вот такое единение и желание нового мира. Это, в общем, 91-й год, январь, уже в Прибалтике что-то бушует, и наш герой находится с очередным острым репортажем в столице Латвийской республики, на краю города, где на одной из малых баз ОМОНа смотрим репортаж. Черные береты или 18 часов в городе Рига. Рига, 3 февраля. Штаб рижского ОМОНа, отряда милиции особого назначения, отказавшегося подчиниться МВД Латвии и сохранившего верность Союзу. Эти ребята легко берут в плен генералов. А как-то ради шутки, ненавидящему их министру внутренних дел, перехитрив всю его охрану, подложили прямо на стол, прямо в кабинете его записочку. Привет от черных беретов, министр. Не только здесь, но и во всей стране уже. Странная аббревиатура ОМОН стала означать нечто большее, чем просто отряд милиции особого назначения. По городу ОМОН передвигается только так. Задняя дверь УАЗа нараспашку, и в дверь выставлен ствол пулемета. В окна стволы автоматов. В штабе пулеметные гнезда, мешки с песком, пулеметы на крышах и в окнах. Гранатометы и всюду, круглые сутки, в руках, на плечах, на коленях, всегда автоматы. По сути дела, война. Война, которой никто не хочет. Житель того города могу точно заявить, что слухи ходили, стрельба была даже на одной из стрельб возле вот этого вот здания КГБ. Я действительно присутствовал и, скажем так, видел первый раз в жизни этого невероятного репортера, который жадно курил и покрикивал, в общем. И даже, скажем так, со мной перекинулся несколькими фразами. Ну, не об этом речь, друзья, смотрим. Четлов, с кем вы боретесь? И за что вы боретесь? Мы боремся с фашизмом, который все больше и больше процветает на территории Латвийской ССР. Мы остаемся до конца верными данной присяге. Хотя, ты понимаешь, что сейчас пришло время, когда человек, который на территории этой страны пытается сохранить верность присяге, рано или поздно окажется преступником? Да, мы это осознаем и мы прекрасно это видим на деле. Потому что на территории Латвийской ССР нас лишили статуса работников милиции. Мы вне закона. Приказ 018-й от 17 января, подписанный господином Вазницем, как его сейчас называют, разрешает работникам латвийской милиции стрелять в нас без предупреждения при появлении возле их объекта. К вам идут люди или нет? Да. Идут. Я только могу привести такой вот пример. За последний месяц к нам пришло 30 человек. Напоминают Белую Гвардию, тоже объединившую когда-то людей, не пожелавших среди беснований. Мгновенные перемены идолов и цвета знамён. Забыться вместе со всеми, не забывших чести и присяги. Всё это уже у нас было, эта Белая Гвардия. И судьбу её мы знаем. Сейчас, да и по нескольку раз в день, глядят ОМОНовцы одну и ту же затасканную плёночку 20 января. МВД. День, назначенный для расправы с ними, когда их заманили под огонь, спровоцировали на бой в МВД. Только в январе, в феврале подобных или подобных, не в значительной степени, 5 таких случаев. Дорога на Вецике, 2 часа ночи, 3 февраля. ОМОНовская новенькая «Волга» без пулеметчиков и прикрытия. В машине всё руководство ОМОНа. Чеслов, Слава, Старшина. Славик, ты живой? Саша, не выглядывай, не выглядывай. И вот Глебович возвращается из Латвии, а в общем-то потом весь этот Рижский ОМОН был эвакуирован, он вместе с семьями в Россию, потому что там уже просто стычки были, там стрельба на краю города день за днём. Ну, не об этом речь. Возвращается в Питер, а здесь идёт подготовка к всем событиям обрубления, что в России, что в союзных республиках. И, в общем-то, всё готовится к выборам 12 июня, к будущему Дню России, друзья. Они себе памятник воздвиги после этого. Ну, а вот кандидаты, смотрите, какие были кандидаты, и сразу идёт речь об этом. Смотрим репортажи Александра Глебовича. Несмотря на многочисленные просьбы повторить прошедшую в неурочное время вторую часть программы «Власть» о единственном сопернике Собчака и странной интриги с ним связанной, руководство ЛТВ сделать это не решилось. Сегодня стали известны дополнительные скандальные факты, связанные с выборной кампанией. Известно, что по разным причинам четверо соперников Собчака, которые имели смешной, по меньшей мере, срок на своё выдвижение в мэры, по разным причинам были отсеяны. А вот подробности очень хитрой истории, подробности от сева одного из кандидатов, Каратаева Олега Гуревича. Что произошло? Произошло вот что. Меня выдвинули два коллектива, очень заслуженных. Я был зарегистрирован как кандидат в мэры города Ленинграда. И после этого инициативная группа, в ГВС подполковником Сухонином, начала сбор подписей для того, чтобы я был внесён в бюллетень. Однако, после того, как эти подписи были собраны в количестве 10 тысяч, полно 247 подписей, городская избирательная комиссия... Вы, естественно, успокоились, собрав 10 тысяч 240 подписей, хотя могли бы собрать и больше. Думаю, ну просто вот добрали до определённого предела, решили, хватит, ребята, и понесли подписи. А затем уже начались какие-то совершенно непонятные политические игры. Мне заявили, что подписи военнослужащих срочной службы, не имеющих прописку, не являются действительными. Слушай, а как вы в таком случае оцениваете Собчака? Он хочет честной борьбы? Судя по этому, нет. Ну, видите ли, он же, так сказать, официально не участвует в этих вопросах. Хотя, по имеющимся у меня сведениям, он был в Коупинском райсовете. Это райсовет, где зарегистрирована моя инициативная группа. И как-то, так сказать, решал этот вопрос. Чтобы соблюсти видимость приличий, быть может, сегодня, то есть накануне выборов, Каратаева, возможно, вернут в списке. Есть официальный документ, подтверждающий, что солдаты и офицеры, собравшие за него подписи, являются людьми и гражданами. И, следовательно, имеют право голоса. А возможно, и нет. И вот, друзья, это один из кандидатов, смотрите. А вот второй человек, который, ну, я думаю, представлял действительно профессиональную возможность управленца. Вот его мнение о том, что происходит. Вот, и в то время люди не были так злы друг к другу, как в наше время, чтобы можно было сказать, он рвался. И поэтому такие эпитеты отпускал. Смотрим об этом, об Анатолии уже Собчаке, о котором уже начинаются вот смотры. Грязной получается вся предвыборная кампания в городе Питере. А вот фрагменты второй части программы «Власть» о главном сопернике Собчака Севинарде. Короткие фрагменты. Благородная внешность, дворянская фамилия. Не получим ли мы очередного мэра, прошу прощения, Белоручку? Ну что вы, Александр Георгиевич, начальник строительства «Белоручка», причем не только что начальник строительства, а практически всю жизнь руководитель производства. И в Сибири, и в Средней Азии, причем с нуля. Это были и бывшие зэки, это были и люди различных национальностей. До 50 национальностей у нас приходилось в коллектив. Приехавшие строить с различных районов страны по разным причинам. Всех надо было объединить в единый, мощный, целенаправленный коллектив. Это все вопросы. Это быт, нам хлеб, это мы производили, транспорт организовывали, мы больницы создавали и организовывали, содержали мы, детские сады, школы, жилье сами строили. Белоручка может этим заниматься? Нет. В программе идет речь о том, что единственного оставшегося соперника Собчака берет под опеку обком партии коммунистов. Нет способа страшнее скомпрометировать человека, чем обнародовать его связи с ненавистным народу обкомом. Предположим, если бы вы стали мэром, вот как хозяин и как мэр города, Собчаку, какую бы вы отвели роль? Ну, я думаю, Анатолий Александрович должен был бы сначала очень долго подумать, прежде чем идти работать вместе со мной, потому что я очень требовательный человек и общих фраз и рисовки просто не принимаю. Если это у него наносное и ради политики, и он сможет это отбросить, то, наверное, ему надо будет пройти какую-то школу реального руководства, не сразу большой пост. Пока. Войне оглянуться, наконец, назад. Признаки добрые. И не надо быть монархистом, чтобы остановиться надолго в задумчивости и стоять над экспонатами в выставке 150-летия фотографии. Надо просто любить Россию и судьбу ее переживать как свою. В судах, в общем, затишье, так как нет заседателя. Но в Октябрьском районном народном суде дело пикантное, дикое абсолютно дело, о котором и говорить бы не стоило, но оно будет четкий показатель состояния общественного сознания. В газетенках гомосексуалистов помещает статью следующего названия. В этой же газете мужчины, открытые, никого не стесняясь, предлагают себя партнера. Все это называется ассоциация «Невские берега», которая в судебном порядке требует своей регистрации и своего узаконения. Ассоциация гомосексуалистов и визби. Да, они сказали о том, что желают открыть ресторан, а вечером проводить «Голубую дискотеку». 121-ю статью, карающую за гомосексуализм, никто не отменял. И с таким же основанием может требовать узаконения и регистрации ассоциация, например, карманных воров, союз насильников и убийц или что-нибудь в этом же роде. Скандальная хроника. Очень при чем скандальная. По поступившей около 14 часов информации, депутат Леонид Гуманенко, собрав и захватив многие документы главного управления имущих из помещения главного управления, увез их домой, заперся с ними у себя дома и предупредил, что при попытке забрать их, у него из дома он вынужден будет применить оружие. Действительно. Оружие находилось на подзеркальнике вместе с депутатским удостоверением и удостоверением главного управления имущих. Гуманенко предупредил, что при любой попытке проникновения в квартиру он будет стрелять. Съемочной группе НТК-600 все же удалось побеседовать с депутатом Гуманенко у него дома. Выяснилось, что начальник отдела нежилого фонда главного управления имуществ готов сделать заявление для прессы. В официальных кругах его внезапное затворничество и угроза применения оружия, а также скрытие большого количества документов объясняют серьезным расстройством душевного здоровья депутата. Главное управление имуществ это новорожденное дитя, дитя тех же преступников, я имею в виду исполком, который до сегодняшнего дня продолжает растаскивать в город. Потом была попытка такая, значит, он сказал товарищам своим сотрудникам, которые были в кухне, я попросил, войдите, сейчас будем составлять акт об изъящей обязательности документов. Это уже Утевский сделал предиоклад, да? Да. Тогда я достал оружие. Он сказал, только не стреляйте. Я говорю, тогда уйдите. Кому вы намерены передать эти документы? Я хотел бы, чтобы это выглядело так. Затем сессия создает комиссию, члены комиссии согласовываются со мной, после этого я передаю документы комиссии. Это огромные деньги, вот этот так называемый нежилой фонд и все, что с ним связано. Я хочу нам сказать, что Торбаев, допустим, отдал одно здание без решения на городсполком, у меня есть документ, тысяча метров. Значит, по московскому аукциону за право аренды это 10 миллионов рублей. Все, что связано с деятельностью СП и арендой совместными предприятиями нежилого фонда. Насколько процентов это жульничество? Ну, со стороны иностранных фирм никакого жульничества. А со стороны наших посредников? А со стороны наших посредников они входят зданиями Ленсовета в уставной фонд, не имея ничего за душой, и получают прибыль в зависимости от зданий. То есть, если 51%, 51% прибыли. В свой карман, вместо того, чтобы это шло в казну Ленсовета. Более того, более того, здесь еще есть тонкость СП, кто подписывает протокол, тот и лично в карман получает инвестиции. Еще одна новость. Сегодня прибыл бывший премьер-министр Великобритании в город специально для того, чтобы дирижировать оркестром 8-го числа филармонии 10-го в капелле. В 48-й школе ученикам не были выданы ложки для съедения каши за завтраком, но зато дали апельсины и предложили сперва съесть апельсины, а потом съесть имеющуюся кашу корками. Небольшая, но очень характерная черта нашего с вами сегодняшнего бытия и очень обо многом говорящий пустяк. Анечка в дворе с 6 февраля в 18.30 проводит собрание Всемирного фонда питерцев. Я с вами прощаюсь. Еще два сюжета в видеохронике. В это время, друзья, как вы понимаете, будут проходить не только выборы мэры Ленинграда, но и будут проходить выборы на пост президента РСФСР. Это называлось. Далее это было уже после еще 4-3 месяцев. В общем-то, названо все Россией и президент РСФСР стал президентом России. Об этом вы помните? Смотрим, друзья. Смотрим интервью с одним из кандидатов на пост президента. В тот момент совершенно молодого, мало так вот известного. Ну, смотрим, друзья. Он теперь нам всем знаком. Это интересно. За третьим. Вы человек ниоткуда. Вы вдруг врываетесь в эту президентскую борьбу. И более того, ухитряетесь в стране, при том, что у вас нет почти никакой ни рекламы, ни... На вас не работают средства массовой информации. Ухитряетесь набрать какие-то проценты. Каким образом? Что за сила в вас или за вами? Ну, во-первых, я откровенно говорю обо всем, что я думаю. Прямо говорю. Честно и чисто. Про экономику я говорю, нет денег. Вас будут снова обманывать. Все кандидаты будут лгать и говорить, что сделаем, повысим, обеспечим. Это будет ложь. Я говорю, была продавательственная программа в 90-м году? Выполнили? Нет. Карточки ввели, талоны, купоны. Страна в голоде. Обещают жилье к 2000 году. Не будет у вас жилья к 2000 году. Никто вы ничего не получите, если ситуация резко в стране не изменится. Но для этого нужен новый президент. Я говорю, неправильно решается национальный вопрос. Преступно решается. И даже не столько виноват Ельцин. Эта ошибка идет еще от Ленина. 22-й год. Тогда не нужно было искусственно создавать СССР. Тогда. Отсюда идет ошибка. И дружба народов невозможна вообще. Дружить нужно с семьями. А между нациями и народами должны быть здоровые экономические отношения. Я говорю то, что есть в мире. Я не выдумываю опять. Я не говорю об эксперименте. Я говорю, давайте вернемся к тому, что есть во всем мире. Уже опробированная практика. Вот решение национального вопроса должно быть кардинально другим. Нужно отказаться. Постепенно, я понимаю, не сразу. Отказаться от национального территориального деления в стране. Вернуться к губернскому принципу. Здесь 90-100 губерний на всю страну. Но в рамках границы СССР. И вернуть второе название. Россия это и есть СССР. От Балтики до Тихого океана. От Кишинева до Камчатки. Я думаю, что вам, в общем, в ходе вашей борьбы предвыборной не было времени знакомиться с выпусками секунд. Я тут, как всегда, набит какими-то государственными документами, важностями. Вы это видели? Это проекты переселения русских из Литвы. Ну вот в любой стране мира такой документ, в Германии и во Франции, был бы квалифицирован как государственное преступление. Особо опасное. И уже бы генеральный прокурор возбудил бы дело. Это невозможно. О каком переселении? О каких границах может быть и речь, когда существует Конституция 77-го года, в которой четко определены внешние государственные границы СССР. Только СССР является суверенным государством. А здесь, пожалуйста, речь идет о том, что переселяют уже народы. Сталин переселял ночью на поездах. И мы сегодня говорим, это переступление, и мы реабилитировали те народы. Но одновременно, уже сейчас происходит переселение. Но сегодняшние правители, они выбрали хороший вариант. Только русских переселяют. Только русских. Русские, которые исправили топливом для революции, топливом для войны, чтобы выиграть ее. Теперь русские топлива для перестройки. Но она захлебнулась. Теперь русские топлива в противостоянии центра России. Это искусственная, навязанная такой формуле, это игра. Новый политический спектакль, но будет с трагическим концом. И вот там, пожалуйста, уже идут документы Совета Министров РСФСР. Кто дал право этому аппарату исполнительному заниматься переселением русского народа. Вот это преступление, и за это надо будет отвечать. Может быть вы тогда и скажете свое отношение к этой нашумевшей, по-разному нашумевшей истории с таможнями в Прибалтике? Это вообще абсурд. В любой стране мира люди бы смеялись, как на территории существующего государства, внутри него вдруг появляются таможенные посты. Это фильм снимался, видимо. Только так можно квалифицировать. Поэтому раз там были таможни, это было грубейшее нарушение существующего, действующего в стране внутреннего законодательства и таможенного кодекса СССР. Это невозможно. Поэтому наличие таможен, это же атрибутика уже другого государства. Но для этого оно должно быть объявлено, оно должно быть признанно. В первую очередь меняются государственные границы. Пока, я думаю, навсегда у нас будут те государственные границы, которые существуют на сегодняшний день. Внешние государственные границы, это 22 миллиона квадратных километров, это 300 миллионов населения. И там, где стояли советские пограничные столбы, они будут стоять. И никто их не посмеет перенести. Поэтому внутри Союза, если где-то ставятся таможенные службы, таможенные будки, или вводится таможенная служба, это просто комедия. Я уже сказал, что продолжается политическая комедия, которая закончится трагически. Поэтому снос этих будок и принятие мер, это была обязанность министра внутренних дел СССР и председателя комитета государственной безопасности. Поэтому удивляет, меня уже давно удивляет, что это единственная страна в мире, где существует столько, создано в последнее время, столько политических организаций, прямо поставивших своей целью уничтожить данное государство. И не только никто их, так сказать, не разгоняет, не расформировывает, не запрещает. Наоборот, им создается режим наибольшего благоприятствования. И вся пресса, пресса и все средства массовой информации подают, как будто бы это, так сказать, действительно так и должно быть. И попытки этому помешать подаются наоборот, как контрреволюция, как военный переворот, хотя это нормальные ответные меры. Не должно быть никаких таможен. Это абсурд, это смешно. Как вы считаете, что вас раздражает больше всего ваших оппонентов? Больше всего это следование закону. Я юрист. Только закон. Вот и мне нравится Конституция 1977 года, давайте изменим, мне тоже не нравится. Вместо СССР напишем Россия, оставим те же границы, оставим одного президента России, новой в границах СССР. Одно центральное правительство, один парламент и одно законодательство на всю страну. Пожалуйста, я готов. Мы с удовольствием бы изменили, но пока действует старая Конституция. Старая. Ее нужно защищать так же, как если бы мы защищали Конституцию, дарованную царем в 1917 году. Или защищали бы те законодательные акты, которые были приняты временным правительством Керенского. Так и сегодня. Очень многим не нравится политический режим в стране, я согласен. Но законодательство нужно уважать, иначе страна погрязнет в анархии. И она практически гибнет сегодня. Именно из-за этого мы не уважаем закон. Откуда у вас такой напор, такая энергия, такая эмоциональность? Ну, в общем-то, я с самого раннего детства был критически настроен к данному государству. Потому что я даже родился сам. Не успела приехать в скорая помощь, не успела прибежать акушерка, пенсионерка, старушка. И я сам вышел, так сказать, появился в этом мире. Дядя, мы жили в коммунальной квартире, он кухонным ножом перерезал мне куповину. И опоздавшая скорая помощь уже увезла нас двоих. И потом с детского сада, в школе, на работе я везде видел, как мы губим наше государство. Как неправильно воспитываем молодое поколение. Как неправильно организовываем труд, экономику. Все у нас было неправильно. Это была извращенная модель государства. Извращенная. Но нельзя его отрицать. Мы в этом государстве родились. А сегодня, отрицая те политические извращения и экономические, которые есть, многие, особенно демократы, отрицают вообще государство. Историю, отечество, Россию. Все отрицают. Это вот продукт, так сказать. Ну, а теперь маленькое вступление об этом герое интервью. Вот смотрите кадры 1995 года. И вот там, на заднем плане, теперешний Гарсия, испанский гражданин. Вот он, первокурсник, или второй курс, я не помню, университета. Вот смотрите, это уже 1995 год, как я поправляюсь. Владимир Вольфович уже, как говорится, ко вторым выборам готовится скоро будет. ЛДПР, знаете ли, это вам не КПРФ. Вот так вот. И вот наш репортер, после таких всяких репортажей, которые он мог выпустить, а еще, наверное, при наличии разной другой информации, которую он владеет, интересно его слушать бы о тех временах. Вот это мое обращение к нему сейчас. Скажем так, от чужбины на чужбину обращаюсь. И вот, друзья, смотрим о том, как за день или два по возможности выступить в поддержку или против этих выборов. Учитывая всю эту грязь, Собчак, если бы был действительно подлинным демократом, отказался бы от выборов, но он не отказался. Мне сегодня предложили простить все мои грехи, если я сегодня в эфире призову людей голосовать за Ельцина и Собчака. Простить, в общем-то, все то, что я сделал против людей, которые завтра станут абсолютными, судя по всему, властителями страны. Я хочу вам сказать, что, скорее всего, да, станут. И действительно, это огромное сейчас для России несчастье все-таки свершится. Но те люди, которые страну искренне, эту страну, этот город любят, держитесь. Я думаю, что рано или поздно они уйдут. И снова будет великая Россия. И в конце концов, рано или поздно мы победим. Даже если завтра произойдет это огромное несчастье для страны. До свидания. Один из главных ориентиров, друзья, на которые мы должны опереться, услышав эти слова нашего сегодняшнего героя. И хочется, скажем так, отдать ему честь в том, что... Прошло столько лет, а несмотря на трудности и то, где он присутствовал, в общем-то, я бы сказал, он не сменил своих взглядов. Ну, ладно, смотрим дальше, друзья. Теперь уже о том, что после этих выборов президента и мэра Ленинграда на 12 июня это стал праздник, который теперь вы все знаете очень давно и ходите на него. И, в общем-то, выходной день это теперь был с того времени. И вот, друзья, далее продолжается жизнь. И через полтора месяца после выборов 12 июня, вы представляете, случается что? Что случается 19 августа 1991 года? После 12 июня 1991 года? Через полтора месяца? Конечно, вы все помните балет по телевизору. Что же это я, кота за яйца? Мне повезло, я справлял праздничек свой личный. И спасибо папе. На тот момент был видеомагнитофон, друзья. Мы могли смотреть МТВ, клипы, там что-то. И, в общем-то, съездить в город, посмотреть, по большому счету, на танки, на танки, друзья, на танки. И вот сейчас будет 23 числа, друзья, августа. Выход в эфир после того, как была возможность, после выключенных всевых трансляций, выйти в эфир. Александр Грибович, 600 секунд, смотрим этот репортаж. Извините, что задержал. А сейчас существует уже множество точек зрения на то, что же такое на самом деле сейчас происходит в Союзе и в России. Есть одна версия. Предупреждаю, что это только версия, что все, что началось 19 августа, было инсценировкой переворота и колоссальнейшей липой. Как известно, когда совершаются государственные перевороты, да еще с применением открытой военной силы, они всегда начинаются с арестов того, против кого переворот направлен. Как вам известно, ни один из лидеров демократического правительства арестован не был. Если проследить хронику развития так называемого переворота в Питере, увидим следующее. Неизвестные факты очень интересные. Утром Самсонов, представитель той самой переворотной силы, выходит в эфир ЛТВ и сообщает об ответственности за всякие призывы к массовым сборищам и противодействия властям. Тогда же генерал Самсонов полностью закрывает ленинградский эфир для всех. Руководство ЛТВ подчиняется новой власти. Однако вечером в эфир свободно выходит Собчак с призывом к массовому митингу и неподчинение комитету по ЧП чрезвычайным положением. Существует мнение, что Собчак вошел на ТВ и вышел в эфир благодаря ОМОНу, перешедшему на сторону демократии. На самом деле распоряжение о выходе в эфир Собчака с его призывом не подчиниться преступному комитету по ЧП дал глава этого преступного комитета в городе генерал Самсонов. Нагнетаются страсти по перевороту, который все больше напоминает инсценировку. В городе нет ни солдат, ни военной техники, а там где есть солдаты, эти солдаты без патронов. Нас всех красиво спасают от военного переворота, будут массы и сказочно поднимают рейтинг демократической власти. Рассудите сами, если бы это действительно был военный переворот, неужели в стороне от него остались бы такие реальные и авторитетные в армии люди, как генерал Громов, Варенников или Алкснис. А вместо этого несколько безобидных и никому неизвестных генералов, которые сейчас сами находятся, кстати, в полнейшем недоумении, совершают этот якобы военный переворот. Если бы это действительно был переворот, а не инсценировка его, чтобы показать нам, как будет выглядеть несчастная страна без Горбачева, то это, вероятно, был бы переворот. А сейчас есть хороший повод пробудить в народе признательность к демократическим силам, которые спасли от хунты. А если развивать эту версию, то посмотрите, какие выгоды удалось извлечь нашей новой власти из этой, по мнению очень многих, инсценировки. Дискредитирована полностью группа Союз, армия, патриотические силы, то есть все враги демократов сразу. Создан прецедент для начала преследования инакомыслящих. Теперь всякий, кто посмеет сказать о неделимости Союза или Отечества, мгновенно будет причислен к фашистам, переворотчикам и хунте. Неужели никого не заставило задуматься и не насторожило, с какой легкостью и с каким блеском хотя бы здесь, в Питере, демократическим лидерам удалось победить переворот предпринятой одной из самых все-таки мощных в мире армии, а также кошмарным и всемогущим КГБ. Необъяснимой легкостью. И народу дали почувствовать себя героями и борцами и помитинговать и померзнуть на баррикадах, хотя ниоткуда никакой реальной угрозы не было. Повторяю, это все только версия, а многие люди втянуты в переворот, не подозревая, что являются участниками очередной кремлевской инсценировки. Такое вот есть мнение. Да, друзья, профессионально, не правда ли? А еще самое интересное, вот сейчас, по-моему, второй кусочек, это 24-й, вроде бы, числа эфир, но в этот момент, как оказывается, Александр Гребович, уже находился в Лондоне, после записи того, вот предыдущего, 23-го числа, он оказывается в Лондоне, где у нас есть материал, смотрите, там Галина Старовойтова, там вот, благодаря журналисту Дмитрию Крылову, этому репортажу, который он спел знать, у нас есть вот этот выпуск. Глебович еще, еще не сдерживает эмоции, друзья, и смотрите на его лицо, как он рад вот этим вот моментам, это будет интересно, смотрим. Александр Невзоров, журналист и политик. Режиссер из Риги Юрий Сподникс. И я. Однако, известные события 19 августа изменили и тему дискуссии, и состав представителей. Таким образом, 23 августа на сцене, а точнее на паперте, поскольку наша встреча проходила в одном из храмов, замечу, это в Англии очень распространено, оказались Галина Старовойтова, которая приехала в Лондон еще до начала путча, а дни его с утра до вечера комментировала происходящие в программах BBC. А также Александр Невзоров, прилетевший 23-го утром, тоже оказавшийся сразу в центре всеобщего внимания. Все внимание, которое было направлено на Александра Невзорова и Галину Старовойтову, между которыми то и дело возникали поединки. Тем более, что мой питерский коллега сразу же заявил. Коль скоро это не имеет непосредственное отношение к теме семинара, я сейчас вернусь еще к событиям в Питере, чтобы вы просто представляли себе, что у нас, вероятно, нет цензуры как таковой, но есть, скажем так, монополизация практически всех средств массовой информации теми силами, которые представляют только одну сторону событий. Могу вам сказать, я не боюсь этого сказать ни здесь, ни повторить это в Союзе, что первый час, когда я узнал о происшедшем, я был счастлив. Наши-то зрители уже знали эту позицию Александра Глебовича, а для англичан это оказалось как обухом по голове, тем более, что на дворе это было 23 августа. И лишь в середине дня, когда я понял, что это не переворот, что это, в общем-то, и провокация, и страшный капкан, в который попадают мгновенно все и патриотические силы, и силы, стоящие на позициях сохранения, если угодно, Советской империи. После такого заявления, естественно, посыпались вопросы, на которые король репортажа с удовольствием отвечал. Но, естественно, последовала и реакция Галины Васильевны. Если уж говорить честно, каков был уровень цензуры, то я могу проиллюстрировать это только двумя фактами. Глава России, республики, в которой живет 150 миллионов человек, Ельцин не мог получить от Кравченко полчаса прямого эфира на телевидении. Это один факт. Но очень популярный криминальный репортер Александр Невзоров, который здесь присутствует, который поддержал черные береты в этот момент в Литве, имел ежедневно 10 минут прямого эфира. Больше, чем президент страны. Одну минутку. Если бы Борис Николаевич Ельцин пришел бы работать к нам в редакцию репортером, то он бы, вероятно, имел не меньше минут времени в эфире, то уже ежедневно. Я полагаю, если бы Борис Николаевич пришел работать на телевидении, он предпочел бы другого продюсера. Вот так вот дружеская и непринужденная обстановка и прошла встреча с нашими. Забыл, друзья, показать в это время или, может, капельку раньше. Мне трудно было установить. Вот на такой молодежной программе Александр Глебович дает такое краткое себе интервью, такой репортаж об нем самом, его словами так коротко для детей смотрим, друзья. Воспоминания и ощущения от детства. Вот какие у тебя ощущения от детства и воспоминания? У тебя счастливое было детство? Черт его знает, смотря с чем сравнивать. Ну, ты жил сыто, тепло, у тебя были оба родителя или... Нет, у меня не было обоих родителей, у меня была только мама, но что касается сытое и тепло, то да, сытое и тепло. Насколько вообще может сытое и тепло жить советский человек? Советский ребенок. Советский ребенок. Ты был пионером в школе? Угу, но меня выгнали за неуважительное отношение к галстуку. С чем это выражалось? А вот ты смотрел всякие там кино под названием «Верный рука друг индейцев» и так далее, так далее. Меня потрясло, что они все скакали обычно, вот так вот повязав себе до половины лица какими-то тряпицами. Позже я узнал, что это просто естественный респиратор, когда я сам стал заниматься всякими лошадиными делами. И особенно летом, особенно на какой-то такой полевой дороге, пять всадников поднимают пыль такую, что среднему или заднему всаднику дышать невозможно. Это просто естественный респиратор. Но, естественно, в школе мы все эти галстуки пионерские употребляем только для того, чтобы быть похожими на героя фильма «Верная рука друг индейцев». Поэтому-то вот, а за неуважительное отношение к галстуку из пионеров выгнали только меня. Ну, а учился ты хорошо? Ужасно! Вообще-то тропически, кошмарно учился. А даже по литературе? По литературе у меня была такая своеобразная, очень учил. Друзья, напоминаю, что полное видео этих фрагментов, которые я вам показывал, вы можете найти сами где-то в интернете, забивая в пасковике имя нашего героя. И те, соответственно, обстоятельства, о которых идет видео, есть некие ссылки, которые вас туда как-то приведут. Вы, может быть, сможете увидеть более крупную версию, на которой точно есть какие-то права. А я пока действую вот таким вот, так сказать, открытым методом, честно показывая, что я думаю и что было по фактам. Смотрим, друзья, дальше. И вот, друзья, наш герой снова, как он это назвал, в союзе, но теперь уже не в союзе, а в России, которая разделилась. Образовались новые государства. И, в общем-то, вот первая осень, и сейчас мы видим, увидим теперешнего сенатора, по-моему, от ТВ, да, от республики ТВ, по-моему, в Совете Федерации, Людмилу Нарусову, в тот момент жену мэра Ленинграда, которая вот уже первой осенью после выборов, насчет 91-й год зима, выезжает в свою поездку на таком серьезном, я бы сказал, уровне в Вену, вот с такой делегацией. Смотрим сейчас репортаж Александра Глебовича об этом, она там о себе и о нем многое сказала. Смотрим, а также увидим сейчас Ксению Анатольевну, одуванчика еще, в тот момент счастливого, наверное. Ну, смотрим выпуск. Из жизни шишек, как его назвал автор. Из жизни шишек. Черного кобеля не отмоешь до бела, или венская прелюдия, или новые приключения дамы в тюрбане. История забавная и совершенно невинная, даже, можно сказать, прелестная, трогательная история. Аэропорт Пулково-2, место отправки у многих советских счастливцев в загранкомандировки. Спецрейс в Вену. Спецрейсом сегодня из Пулково отправилась маленькая делегация юных музыкантов из двух музыкальных школ города. По удивительной логике судьбы, чем-то вроде антрепренера юных дарований в составе этой группы оказалась дама в тюрбане со своим чатом. К вышеупомянутым школам никакого отношения, несмотря на все достоинства, присущие всем вообще детям, не имеющие. Однако, вероятно, был использован недурной предлог полета в Вену исключительно в интересах города. И очередной гуманно-благотворительной акции, которые, как известно, являются лучшим предлогом для официальных поездок, почему-то, за рубеж. Сперва подвезенная на специальном автобусе кедама, полагая, что камера возле трапа, установленная исключительно для фиксации ее великолепия, долго махала рукой. Очень долго, пока рука, вероятно, не устала. Затем, вероятно, не подозревая, с чьей съемочной бригадой имеет дело, предложила сказать что-нибудь для народа. Помню обо всех казусах и не желая давать даме в очередной раз как-нибудь проговориться, ей было мягко, но решительно в интервью отказано, мол, не надо. И тут-то она поняла все и разгадала, чья перед ней съемочная бригада встала на пути между ней и Веной. И немедленно первая леди Санкт-Петербурга все-таки начала говорить. Все, что я скажу, Александр Глебович по трудности своей никогда не даст в эфир. Поэтому я хочу специально все, что сейчас я скажу, я знаю, что он вырежет и даже не запитывает. Потому что он трус. Он, который называет тебя рыцарем, мужчиной. На самом деле, вот и трус. И поэтому никогда все, что я скажу и даже то, что я сейчас говорю, в эфир не пойдет. Тем более, что вы едете с более чем гуманной акцией. Это и бесполезно, Ирина Евгеньевна. Понимаете, черного кобеля не отмоешь из дела. Все аргументы бесполезны. Я не знала. Я не знала, что сам Жириновский не рубля не дадут, а ничего не везет. А то, что вы на зарабатываете, тут не везет. Здесь все. Весь монолог до последнего слова. Единственное, не очень хорошо слышно в конце монолога, но здесь звучит реплика черного кобеля не отмоешь до бела. Затем, решив, что самолет ждать бесконечно не может, она с неподражаемым выражением счастья, вероятно, от предвкушения встречи с Веной, поднялась по трапу, счастливая и невероятная, и заняла свое место. Довольно унылой была новогодняя ночь в Питере. Унылой и на удивление никакой. На вокзалах, в залах ожидания, где в прошлые годы образовывается какое-то непонятное братство людей, по большей части знаменательная минута прошла и вовсе незамеченной. Дальнобойщики со всех концов бывшего союза, поругивая все на свете, тоже встретили историческую минуту новолетия без особых эмоций. Хотя резануло в первый раз отсутствие государственного гимна и невнятное сиротство поздравления. С Новым годом! Сигналы точного времени сказали, что в столицу, в Москву, пришел новый 1992 год. С Новым годом, друзья! Вас поздравляют журналисты радиостанции «Маяк». Почти пустынно была в полночь и дворцовая площадь со своей сиротской, косой какой-то елкой, очень в духе времени. Единственное, что чуть-чуть выходило за рамки обыденного, это рекордное количество раскуроченного за ночь транспорта. В клинике военно-полевой хирургии на реанимации традиционное количество выпавших из окна, жертв ДТП и юноши, при непонятных обстоятельствах в 6 утра получивший в шею пулю милиционер. Несчастный случай, кстати, имел место и на дворцовой площади. Шумно и красиво веселились в новогоднюю ночь новооткрывшееся казино банкетное, зало арендованное СП и Шушко. Я благодарю всех тех, кто досмотрел до конца этот выпуск. Друзья, подпишитесь, обязательно поставьте лайк. Я потратил кучу времени, чтобы это собрать и даже сделать в таком виде, наверное, еще не профессиональном. Но, друзья, я это пока делаю все сам один. Сделайте снисхождение. На общественных началах, как говорится, сам это все делаю для себя и для вас. Поэтому благодарю, подписывайтесь, ставьте свой комментарий. Ну и скоро будет продолжение, друзья. Благодарю, до новых встреч. И рассылайте это видео кому-то. Это помогает, друзья мои. Мне лично помогает, чтобы как-то это все стало более популярным. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok